Музыка У каждого путешественника есть мечта А у путешественников, которые ездят много на автомобилях, эта мечта обычно не одна Но одна из таких идей, от которых я не могу спать по ночам Это добраться из Мурманска в Магадан на автомобиле нон-стопом в наикрочайшее время От идеи до реализации прошло достаточно много времени Но сейчас мы наконец готовы стартовать, готовы попробовать поставить какой-либо рекорд Возможно он будет первый в мире, возможно не первый Но это будет как минимум личный рекорд Поэтому на вот этом прекрасном автомобиле Land Cruiser Prado С совершенно стандартной комплектацией, но с небольшими красивыми наклеечками Мы отправимся в этот неблизкий путь длиной минимум в 12 тысяч километров Наш экипаж состоит из двух человек Причем мой напарник Казбек, хозяин машины Таким образом раскрываем карты сразу Инициатива и машина частная Никакой поддержки представительствами завода Toyota за нашими плечами нет Что было, на том и поехали Спонсоры это либо друзья, либо дружеские компании Решившие поддержать собранный на скорую руку проект Так что риск, хотя и благородное дело, но на кону стоит наша репутация И собственная повседневная машина одного из нас Мурманск-Магадан – самая длинная дорога с твердым покрытием в России И поставить рекорд времени проезда по ней более чем интересно К тому же для нашего экипажа это доступный способ вписать свое имя в историю страны А что может быть лучшим подарком для детей и внуков Тем более, что мы живем в 21 веке, когда все великие географические открытия были уже сделаны Полюсы и вершины покорены Катализатором же нынешнего проекта стал известный тележурналист Андрей Леонтьев С которым мы обсуждали несколько лет назад данную затею По иронии судьбы, Андрей выехал по маршруту Мурманск-Магадан неделю раньше Но вчера уперся в размытую трассу Колыма, не дойдя до конечной точки каких-то 1700 километров Есть ли шансы у нас? В телефонном разговоре Андрей сказал, что никаких Мы же считаем, что как минимум 50 на 50 А значит, стоит рискнуть Сами того не желая, мы выбрали совершенно замечательную дату для осуществления рекордного заезда из Мурманска в Магадан Это 12 июня, день России Именно в такой день приятно отправиться в путешествие через всю страну, через всю Россию Потому что это мало того, что символично, так это еще вдобавок начало белых ночей И с точки зрения стратегии движения, это, сами понимаете, очень удобно Фары практически не нужны Трасса Колы, ведущая из Мурманска на юг, в последние годы заслуживает самых лесных оценок Прошли те времена, когда она была вся усеяна ямами в пол колеса, а по обочинам тут-ту-там встречались машины с пробитыми шинами и оторванными подвесками Правда, подступы к ней по-прежнему остались в чудовищном состоянии И многочисленные путешественники, тянущиеся со всей страны на полуостров рыбачий, чинят своих боливаров, еще не съехав с асфальта Ремонт машины в полевых условиях для джиперов дело привычное, а подобные рекордсмены типа нас мимо проезжают нечасто Так что здоровый интерес к нашей нездоровой затее был обеспечен Да и нам не вредили эпизодические остановки и общение с братьями по крови Спотели тачки, объявили там всеобщий сбор бабла И нам сейчас там с разных городов люди по 500 рублей на карточку закидывали и вываливали Это не шутка и не оговорка Треть бюджета погони за мечтой мы собрали через мой блог в живом журнале Попросив друзей и читателей помочь кто чем может Мир оказался не без добрых людей Миновали первые 800 километров пути от Мурманска в сторону Магадана Соответственно сошли с трассы Кола и уходим в леса в сторону Вологды Едется пока прекрасно, но время пришло поменять водителей Потому что 800 километров это уже критическое расстояние Начинает теряться концентрация, а нам рисковать нельзя Самое сложное в подобном предприятии это найти партнера, которому не страшно доверить свою жизнь Мы же с Казбеком, хотя и были до этого знакомы, но никогда вместе не ездили И нам обоим ничего не оставалось, кроме как довериться интуиции Первые сотни километров мы невольно приглядывались друг к другу Анализировали манеру поведения, сканировали ошибки напарника И надеялись на лучшее Парное катание всегда сложнее, чем одиночное Ведь здесь очень важно сразу сработаться и устоять от джигитовки Желание показать другому какой-то удалой водитель Когда сам сидишь за рулем, как-то нормально едется, не страшно А когда мы меняемся, сразу же срабатывает синдром водителя И каждый обгон, каждый встречный КАМАЗ воспринимается как последний Я уже сразу прощаюсь с жизнью, сразу радуюсь, что у меня практически закончены все земные дела и так далее Потому что это просто даже не передать слова Итак, за нашими плечами 2300 километров пробега всего лишь за одни сутки движения Если честно, для меня это абсолютный рекорд Никогда ни в один, ни в два, ни в три водителя не получалось преодолевать такие гигантские расстояния Сегодня на нашем пути уже повстречалась практически вся палитра доступных в Российской Федерации дорог И хорошие асфальтовые участки, и разбитый асфальт, и грейдерные участки, и строящиеся дороги И, соответственно, нашему автомобилю уже досталось по первое число Но то, как сегодня мы уверенно шли по всем этим покрытиям, говорит только об одном Что, скорее всего, и за Уралом нам тоже будет сопутствовать удача И Тойота совершенно прекрасно будет бороться со всеми превратностями российских направлений Очень интересно наблюдать за тем, как меняется природа и погода Еще вчера в Мурманске температура была в районе 3 градусов тепла И мы кутались во флиски, в куртке, в ветровке, во все, что попало Сегодня же, буквально сутки, на солнышке, по крайней мере, явно теплее 20 градусов И есть ощущение того, что мы едем на юг, хотя мы едем на восток Как бы ни была Тойота неприхотлива, а галогеновые лампочки перегорают и здесь И хвала конструкторам, что меняются они в два счета, практически без потери драгоценного времени И чем дальше мы двигались на юго-восток, тем важнее и важнее становился рабочий свет фар Используя все возможные каналы и знакомства, мы поочередно наводили справки о состоянии трассы Колыма И новости приходили одна грустнее другой Масло в огонь подливали и знакомые, которые звонили и писали нам о том, что в Якутии паводок, стихийное бедствие И вообще недоумевали, зачем мы летим навстречу неминуемому фиаско, да еще за собственный счет Тем временем мы уже утюжили дороги Западной Сибири и отступать было некуда Интуиция, шестое чувство, провидение, как вы не назовите это явление, но что-то нам подсказывало, что все будет хорошо Итак, подошел второй день нашего беспосадочного перелета из Мурманска в Магадан Не могу сказать, что это дается нам легко, но тем не менее на второй день мы практически даже побили свой рекорд первого дня И прошли 2330 километров, согласитесь, это просто какая-то фантастическая цифра Если честно, если бы мне кто-нибудь ранее сказал, что так возможно, я бы не поверил Но на самом деле секрет даже не в максимальной скорости, сами понимаете, Toyota Prado не самая скоростная машина в мире Секрет исключительно в стабильности движения, потому что мы в два водителя меняемся где-то каждые 600 километров, каждую заправку И по сути, кроме технических нужд, больше никаких остановок не совершаем Если вы не в горе в один присест, то знаете, что вам нужно поднапрячься, но достигнув цели, вы точно отоспитесь В нашем же случае реальность совершенно иная Сев машину в Мурманске, мы сами себя заперли в железной коробчонке и лишили любой возможности нормально отдыхать Сон на заднем сиденье, это даже не сон, а беспамятство, в которое впадаешь от переутомления Хочется вытянуться, хочется под одеяло и чтобы не трясли Но все это будет через 8 тысяч километров, то есть не просто не скоро, а катастрофически не скоро На заправках покупали мешки с продуктами, чтобы челюсти были заняты всегда Хотя иногда нам везло, и дорога сама преподносила нам деликатесы Например, байкальского омуля, ставшего гастрономическим символом региона Мы возьмем штучек 10 таких, но по 900 отдадите Тогда будем торговаться Проще за штучку 100 рублей, ну приятно, чтобы на него ступили, хоть чуть-чуть Еще неделю бы назад, я бы никогда не поверил, если бы мне кто-то сказал, что доехал от Мурманска до Байкала За два дня и 22 часа, но мы сделали это Мне кажется, что этот подвиг достойный книги рекордов Гиннесса, книги рекордов России и так далее Но нас туда все равно никогда не поместят, потому что говорят, это противозаконно К этому ощущению привыкнуть невозможно Поселок Култук, Слюдянка и вид на Байкал Именно так это великое озеро встречает путешественников Я этот вид вижу уже, наверное, раз в десятый Но каждый раз в итоге выхожу с фотоаппаратом Потому что это божественно Казбек впервые во время нашего марафона попал на Байкал И было очень интересно наблюдать, какое первое впечатление производит это великое озеро На человека, много лет мечтавшего его увидеть Итог предсказуемый Вирус Байкала проник в кровь и тут же распространился по всему организму Так это было и со мной несколько лет назад На объездной города Улан-Удэ, столице республики Бурятия Мы, строго законспирировавшись, устроили себе банный час в придорожной сауне Туда же были доставлены бурятские позы Местное блюдо, напоминающее манты И впервые за трое суток мы поели хоть что-то горячее Да еще за столом Наверняка вы обратили внимание, что я обмолвился о конспирации Не удивляйтесь, за годы путешествий у меня во многих городах появилось множество друзей А уж в Бурятии подавно Если бы произошла утечка информации, что мы притормозили хотя бы на 5 минут Часом отдыха мы бы уже никак не отделались Попали бы в сети восточного гостеприимства А вот и чета Кто бы мог поверить, как говорится Это, видимо, уже становится присказкой нашей поездки Вот эта фраза «А кто бы мог поверить?» Мы даже не выходили во вчерашний эфир по итогам третьего дня путешествия Потому что настолько увлеклись ездой, что не было даже возможности остановиться Все думали, вот сейчас остановимся, сейчас остановимся И все равно лупили дальше Хотя уже проехали и Иркутск, и Улан-Удэ И вот, соответственно, сейчас Чета Еще тысяча километров, и мы будем вообще уходить на север А там уже рукой подай до Якутска И, в принципе, уже, наверное, скоро будет и финиш Ну, в общем, экватор уже позади С чем можно нас и поздравить Впереди нас ждет еще один маш-бросок До Сковородино Тут недалеко Тысяча и налево Toyota переносит заданный темп стоически Никаких неисправностей и сбоев Эдакий локомотив, рожденный для долгой и рутинной работы Именно в данном формате проявляются лучшие черты любого лонгрузер Не максимальная скорость, не управляемость, не рафинированность настроек шасси А именно стабильность поведения После Читы начинается так называемый новый участок дороги Печально известный отрезок Чита-Хабаровск Торжественно открытый Владимиром Путиным на Желтой Калинии в 2010 году За прошедшие с той поры три года нас беззаметно просело в болото И асфальтовое полотно украсилось тысячей трамплинов Больших и маленьких, пологих и не очень Спешить очень опасно Тем более, что каждая ошибка заканчивается отрывом всех четырех колес И неминуемым пробуждением отдыхающего водителя А сон тревожить нельзя Он на вес золота Особенности летних автопробегов заключаются в том, что Постоянно приходится следить за чистотой стекла Огромное количество насекомых Мух, комаров, бабочек А здесь в Сибири еще и гнуса Так называемые мошки Только проехав через всю Россию своими колесами Можно ощутить, насколько она бескрайняя Заразиться здоровым патриотизмом, гордость за своих предков Собравшим его едино столь обширные территории На самолете этого не ощутить Ведь даже самый современный пассажирский самолет За час покрывает такое же расстояние Которое можно пройти на машине за день пути Наши же рекордные 2300 км в сутки Это лишь два часа полета на высоте 10 тысяч метров И один просмотренный фильм на мониторе Встроенного в спинку переднего сидения Совсем другая реальность Ну что ж, подводим итоги четвертого дня Нашего прекрасного путешествия из Мурманска в Магадан Идем стабильно, кучно и профессионально Сегодня мы пробежали 2261 км За плечами уже около 8000 км А хороших новостей о судьбе размытого участка трассы Колыма Как не было, так и нет Одно радует, пейзаж за окном захватывающе Спать и не видеть такой красоты очень обидно Да и невозможно тут спать Это же грунтовка, амортизаторы еле-еле удерживают кузов внедорожника от раскачки Работая на пределе своих возможностей Интересно, что первое сдастся, машина или человек Чувствуем себя как зомби Организмы вышли на автопилот Но нет худа без набра Каждый день по расписанию один восход и один закат Благо погода стоит хорошая За путь из Мурманска мы уже увидели их больше, чем за год жизни в городе Только ради этого уже стоило бросить все и отправиться в путь на восток Все-таки не зря среднюю полосу назвали средней Все самое красивое в России расположено за Уралом И чем восточнее, тем красивее Не побывать же в своей жизни в Сибири в эру приличных дорогах хороших автомобилей почти в каждой семье просто неприлично Хотя, беру свои слова назад, назвать трассу Лена приличный язык не поворачивается Да, есть хорошие ходовые участки и даже небольшие островки асфальта Но в целом это убитый большегрузом и грейдер, где легковой трафик носит второстепенный характер Для Якутии и Магаданской области и даже Чукотки это единственная дорога жизни По которой круглый год тянут все-все-все От продуктов и одежды до строематериалов Железную дорогу до Якутска пока не дотянули И как только закончилось железнодорожное полотно, сразу поползла вверх стоимость топлива В самых удаленных уголках цена литра доходит до 50 рублей Начиная с Читы нам встречаются заправки уже совсем не европейского типа Но дизель вроде бы неплохой Именно здесь неделю раньше зарегистрировали свой досрочный финиш Андрей Леонтьев и Анна Завершинская От Мурманска до этого небольшого якутского поселка наши соперники добрались за 138 часов и 22 минут Таким образом наш выигрыш составляет ни много ни мало 29 часов и 13 минут чистого времени Ну что Казбек, мы сделали это Даже не смешно Из Мурманска в Якутию за 109 часов и 9 минут Результат обоих экипажей зарегистрирован системой спутникового мониторинга автолокатора Так что никакой самодеятельности За марафоном следили сотни, а может быть и тысячи людей Промежуточная цель достигнута, а вот путь в Магадан по-прежнему закрыт Неужели 10 тысяч километров коту под хвост? Неужели все было зря? Упрямство и самонадеянность наказаны самым жестоким образом Дорожники нас тут же подняли насмех, приговаривая, что мол что нам тут медом намазано Других занятий что ли нет, кроме как из Мурманска в Магадан на время ездить А водитель бульдозера и вовсе отечески порекомендовал отправиться в поселок Итык-Кюэль И получить справку в сельсовете о досрочном финише Но нам не справка нужна, нам в Магадан надо Трасса Колыма, остановившая неделю назад рекордный забег Андрея Леонтьева Вносит коррективы и в наши движения Восемь часов мы простояли на ремонте дамбы Пока бульдозеры и грузовики заваливали промыв, нам пришлось просто отсыпаться Везение и ничего более Судьба нам благоволила и дальше Еще одно препятствие, вызывающее у путешественников священный трепет Паром через реку Алдан Мы буквально прошли ходом А ведь несколько лет назад, во время путешествия в Магадан на легковых Маздах-3 Нам приходилось отвоевывать место на пароме чуть ли не в кулачном бою Колыма настоящий рай для комаров и всяческих мух, мушек и прочего гнуса Невозможно не то, что стоять, не взмахивая руками Но даже снимать видео практически невозможно К слову говоря, на пароме через Алдан мы отмечаем завершение пятого дня нашего путешествия И пробег у нас сегодня очень скромный Всего лишь 1086 километров Огромные потери времени на ожидании, пока нам починят дорогу Пока мы сбережем подвеску на всяческих разных ямах, колдобинах и поперечных канавах Ну и в общем результат очень скромен Субтитры сделал DimaTorzok Теперь же впереди финишная прямая, 1700 километров Колымского тракта, славящегося своим коварством На первый взгляд дорога прекрасная, куда лучше, чем разбитая трасса Лен Но сложностей хватает и здесь И основное коварство это даже не серпантины и камни А возросшие скорости и вездесущая пыль Буквально блокирующая любую возможность совершить обгон Опережать идущий на скорости под сотню многотонный самосвал в белой мгле Это русская рулетка Вездесущая пыль забивает воздушные и салонные фильтры за несколько сотен километров И дизельный двигатель Prado, и без того не богатый на лошадей Заметно теряет в мощности И ничего не остается, как останавливаться и выбивать пыли старого фильтра Либо ставить новый Благо у нас с собой есть запас Утомленный мозг уже не так быстро реагирует на дорожные сюрпризы И вся нагрузка за водительские ошибки ложится на подвеску Toyota Жалеем ее, хвалим, понимаем, что другой автомобиль на месте нашего онкруза Наверняка давно бы отдал концы И молимся, чтобы запаса прочности хватило до Магадана Долгожданного, вожделенного, сказочного Магадана Места кругом безлюдные Населенных пунктов нет, заправок нет, сервисов нет Сотовой связи нет, даже гаишников и тех нет Любая ошибка может, если не изгубить весь проект То как минимум сильно испортить временные показатели За 500 километров до Магадана пробили камнем колесо И не сразу это заметили Покрышка на выброс Запаска у нас одна Теперь нужно беречь колеса с удвоенным усердием За весь колоннский тракт мы запороли лишь одно колесо Что по местным меркам приравнивается к чуду Некоторые умельцы умудряются отправить на свалку весь комплект И это неудивительно Скальные породы в данном регионе очень острые И если ехать на перекачанных шинах Мало того, что подвеска страдает сильнее Но и покрышки прокалываются как резиновые шарики От любого укола острым предметам Уже на подъездах к заветной цели Через дорогу словно кошки принялись бегать медведи До этой поездки мишку в дикой природе я не встречал ни разу А тут за полдня насчитали пять особей И вот гулгрейдера сменился тихим шелестом покрышек по асфальту В салоне воцарилась непривычная тишина Машину перестало трясти и подбрасывать Наступил неожиданный и столь долгожданный штиль Въезжаем в город Магадан Окунаемся в городской трафик И дивимся светофором Наконец-то! Приехали! Итак, наш безстановочный марафон из Муроманска в Магадан Можно считать завершенным Мы находимся на берегу Охотского моря Бухта Нагаева Прошли мы 11 737 километров И затратили на это все 5 дней, 20 часов и 6 минут По-моему, отличный результат ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА